Остановитесь, просто остановитесь. Господа, сегодня 5 вещей, которые нужно прекратить делать по воскресеньям. Первое, господа, перестаньте пересыпать. И не поймите меня неправильно, я люблю спать. 8, 9, 10 часов. Но кто-то из вас спит до полудня, часу, двух дня. 16 часов. Здесь работает закон убывающей доходности. Когда вы спите дольше 12 часов, друзья, вы не получаете пользы. Так может казаться, но на самом деле вы будете сонные весь день. Я имею в виду воскресенье, да, я тоже сплю много. Я перевожу будильник с 5 утра на 6, я сплю лишний час. Но я продолжаю вставать относительно рано. Почему? Потому что у меня есть мечты, у меня есть амбиции. В последнее время моя дочь начала подниматься со мной так рано, потому что мы вместе работаем над мечтой. Мы проектируем наш дом. Мы достаем книги и раскладываем чертежи. Этим ранним утром я могу выпить чашечку кофе, поговорить со своей старшей дочерью. Каким должен быть наш новый дом? Что там будет? Что вы можете сделать вашим ранним воскресным утром, когда еще никто не проснулся? У вас есть время подумать. У вас есть время изложить свои мысли на бумагу. Последнее согласовывается со следующим пунктом. Хватит быть роботом. Друзья, вам дан разум. Используйте его. Будьте осознаны. Задумайтесь, что вы хотите получить от этой драгоценной жизни? Покрутите в голове этот важный вопрос. И большинство людей не хотят думать. Это звучит жестоко, но это правда. Они опускают голову и делают, что сказано, потому что думать тяжело. Это требует практики. Над этим нужно работать. Тот, кто пробовал медитировать, знает, что это сложно. Как вы начинали? Сначала медитируете минуту, затем пять, затем тридцать. Но вам не обязательно медитировать. Вы можете вести дневник, просто записывать мысли. Но вам нужно начать излагать на бумаге то, что вы хотите от жизни. Чем вы хотите заниматься? Я ненавижу свою работу. Это тупиковая работа. Она никуда меня не приведет. Мне не нравится мой босс. Я пошел учиться на инженера, но хотел быть актером. Мы все принимаем это важное решение, что мы будем делать со своей единственной жизнью. Убедитесь, что вы поняли, какие шаги вам нужно сделать. Следующее, что вам нужно перестать делать по воскресеньям, перестаньте терять время в соцсетях. Да, говорит чувак с Ютуба. Но вы заходите в Инстаграм, что вы там делаете? Вы сравниваете себя с парнем с собственным самолетом, крутой тачкой, идеальным телом. Господа, хватит это делать. Если вы хотите быть недовольным жизнью, тогда сравнивайте себя с другими. Трава всегда зеленее у соседа. Как насчет того, чтобы воспользоваться телефоном по предназначению? Чтобы звонить и общаться с людьми. Позвоните своей семье, друзьям, старым друзьям, с которыми вы не разговаривали несколько лет. Позвоните своему старому тренеру по футболу или борьбе. Позвоните учителю, профессору, который дал вам ваши навыки, которые помогли получить работу, которая у вас есть. Было проведено исследование, о чем жалеют люди на смертном адре. Две вещи были в топ-5 списка. Люди жалели о том, что не поддерживали контакт со старыми друзьями и не давали знать людям, что на самом деле они к ним чувствуют. Господа, вы должны использовать свое воскресенье, чтобы пообщаться со старыми друзьями, поддерживать отношения с людьми, которые для вас дороги. И скажите им честно, что вы к ним чувствуете. И убедитесь, что вы поддерживаете отношения с важными людьми. Погодите секундочку, вам нравится это видео? Если так, то ставьте лайк. Если вы новичок, то подписывайтесь на канал. И напишите в комментарии, что вы думаете. И что мне стоит добавить, чтобы сделать видео лучше. Следующее, что вы должны перестать делать, продолжать старую программу тренировок. Вы идете в зал, бежите по дорожке, затем поднимаете веса. Это круто, это держит вас в форме, но вам нужно кое-что поменять. Вам нужно веселье. Вам нужно что-то другое для вашей тренировки, чтобы было интереснее. Рип Маунтин в 30 минутах езды от нас. Мы с женой ездим туда и взбираемся по горам. И могу сказать вам, это великолепно. А когда я бываю в Атланте, мы вместе с Аароном Марина поднимаемся на гору Кенесо. Следующее, что вы должны прекратить делать по воскресеньям, хватит сидеть в зоне комфорта. Выйдите из нее, поменяйте что-нибудь. Я рос в Мидланде, в Техасе. И мы ходили в одну и ту же католическую церковь имени Девы Марии Гвадылупской практически все время. Мама взяла нас с собой, и, если честно, было скучно. И тогда мама решила что-то изменить. Она отвезла нас в церковь Святой Анны, где была совсем другая динамика. Это тоже католическая церковь, но совершенно другие люди. Все было иначе. И знаете, что интересно? Я много узнал, я обращал внимание на все. Мне не было привычно. Что происходит, когда вы в комфорте? Вы начинаете привыкать. Вы считаете, что так и должно быть. Я не знаю, что это значит для вас, но у вас есть то, что вы делаете каждое воскресенье. Пересмотрите свою рутину. В любом случае, что-то новое для вас – это новые события, из которых вы можете многое взять, узнать что-то и просто получить удовольствие. Я знаю, вы хотите великолепно провести воскресенье. Но как это осуществить? Друзья, настало время просыпаться в 5 утра. Вы готовы? Друзья, зацените это видео, как вставать в 5 утра. Я рассказываю, как все организовать, как установить систему, как просыпаться отдохнувшим и мотивированным. Я оставлю ссылку в описании.